Всем привет! Сегодня мы снова путешествуем в честь Диминого турнира шахматного. Он пока играет. Сегодня воскресенье, последняя уже игра. Пришла пора выписываться из отеля. Я решила напоследок снять вид. Мы в Травимюнде. Это, наверное, самый известный курорт на Балтийском море. Так выглядит, соответственно, набережная здесь. Очень красивый вид. У нас шестой этаж. Огромный отель. Моритим. На самом деле здесь, мне кажется, 20 этажей или больше. Но даже с шестого этажа очень красиво. Я сейчас, пока Дима еще на игре, немножко пройдусь по набережной, подсниму что-нибудь. Ну и потом мы встретимся и еще по самому городу походим. Сегодня здесь, как, в принципе, вчера и позавчера, музыкальный фестиваль оркестров. Вон там вот видно сцену. Тоже, может быть, покажу, что там происходит. Вот спустилась я ближе к моречку. Погода немножко наладилась, потому что утром шел дождь. А сейчас снова вышло солнце. Парит. Такие широкие пляжи. Там мелкая вода дальше. И характерный признак северных пляжей. Я так понимаю, не только, наверное, в Германии. Возможно, наверное, в Дании еще где-то такое. Есть вот такие эти будочки, которые можно арендовать. И в них сидеть, чтобы в тебя не сильно ветер холодил. Музыкальный фестиваль продолжается. Любительские оркестры выступают уже второй день. Но я не буду здесь долго сидеть. Как бы пойду, пройдусь дальше. Очень симпатичная здесь прогулочная променадная зона. Я вчера уже здесь тоже гуляла. Очень приятно. Вдоль променады клумбы. Всякие симпатичные места для сиденья. По всей протяженности набережной всякие такие крутилки расставлены, ветряные. Wind Art называется. Набережная отвернула как бы немножко в сторону. Превратилась в парк. Ушла в парк. Тут вот такой вот парк. В немецком стиле. Образно говоря. Диковатый. Зато можно реально слиться с природой. Там море. Здесь стоят птички. Архитектура здесь тоже такая симпатичная, разнообразная. Что-то и более какой-то, менее модерновая. Совсем новая. Или вот, пожалуйста, в стиле шале тоже есть. Прикольно. Вообще нравится мне здесь. Будем сюда на пенсии приезжать. Если Бог даст. Вот эта улица параллельная променаду. Тоже мне вчера очень понравился. Здесь гулял. Смотрите, какая красота. Просто аллейка. Тут дома. Люди живут. Да. А мне позвонил Димончик в мешке. Сказал, что он отыгрался. Уже выиграл. Мы сейчас с ним встречаемся. Ну, еще погуляем, наверное. И уже ставшая традиционной сцена встречи с шампанским героем этого дня Дмитрием. Дмитрий, здравствуйте. Привет. Морской ветер вам надул челочку. Очень симпатично. Здесь классный ветер. Да, погода сегодня классная. Столько купальщиков. Вчера было, я еще удивлялась, 15 градусов. А сегодня прямо, я бы сказала, что... Ну, вода-то уже прогрелась. До 16. Ну, прям жарко. Я сейчас шла в таком шагу. Да, жарко. А ветер холодный. Да. Ну, в общем, сейчас мы решим, куда мы пойдем. Может быть, в сам город, потому что набережную я уже достаточно показала. Хорошо. Такая классная штучка, которая показывает направление ветра. Например, говорит, направление ветра северное. Два буфо. Это измерение ветра. Направление ветра очень важно для тех, кто ходит под парусом. Вот еще раз вид на эти коробочки. И вдалеке очень много парусников ходит. Я вам забыл рассказать, что я пошел учиться ходить под парусом. Вот. Учусь на маленькой яхточке или Йоле на Альстере. А потом, может быть, буду учиться дальше на следующую ступеньку. Это вот побережье. Прикольная архитектура. Видите, дом со сдвигом, чтобы у каждого был вид на море. И у каждого падало солнце с утра. Прикольная архитектура. Мне очень нравится. Здесь очень много отелей на берегу. Вот они такие маленькие. В 1904 году построен. И они вот такие вот компактные. Не такой большой, как мы жили. А вот это вот, наверное, икона Травимюнды. Это старый отель Атлантик. Такой отель есть в Гамбурге на озере Альф. Ну, на реке Альстры, на внутреннем озере. Ну, название одинаковое, но понятно, что архитектура разная. Вот такой вот старая архитектура. Вон там даже у них сцена тоже своя внутренняя есть. Атлантик Гранд Хотель Травимюнды. А вот мы повернули к другой стороне отеля Атлантик. Вот здесь вот другой вход. Здесь его ресторан. И сразу вид открывается на железнодорожную станцию города Травимюнды. Там даже, смотрите, какие часы. Отсюда, наверное, плохо видно. Но там время спешит, на самом деле. Старые часы идут правильно, а электронные, которые 12.30 показывают, они спешат на 15 минут. Тут у вокзала есть неплохая пиццерия. Называется Белла Виста. Здесь у нас ребята вчера после игры сидели, ели пиццу. А мы ели булочки с рыбой. Вот эту пиццерию могу посоветовать. Очень хорошо делают пиццу. Так, а мы идем дальше. Сейчас мы пойдем как бы в сторону старого города. Я вас обману. Часы идут правильно. Сейчас 12.15. А это время, которое написано 12.30, это не спешат часы. Это цуг нахлюбик. Это когда будет поезд отправляться на Любик. То есть здесь постоянное расписание можно посмотреть на башню. Очень круто, я считаю. Потому что здесь поезд только в одно место идет, до Любика и дальше до Гамбурга. Вот здесь вот у вокзала такая автобусная остановка с двумя полустанками. Приходят автобусы в разных направлениях. Можно добраться куда-то дальше вдоль побережья, наверное. Сейчас направляемся в направлении Любикхаффен. Это такая железнодорожная станция, где порт Любика, он немного дальше по реке, вглубь. И мы сейчас пойдем через вот такой лес. Там написано Клеттервальд. Значит, здесь есть где-то, где можно полазить по деревьям, наверное. Вот мы поднялись на верхнюю точку этого парка. Это называется Кальварьенберг. То есть это какая-то гора вот тут у канала этого побережья. И мы сейчас сквозь него пройдем и выйдем опять на променад, но в другую сторону. Как раз Клеттерпарк, про который мы на входе видели объявление. Здесь, короче, дети лазят по деревьям и со страховками перемещаются. Высоко можно забраться. О, круто, там прям вообще колеса. А мы вот идем по параллельной улице с набережной, ну или с каналом улицы, и смотрим вот здесь на старые дома. Например, вот деревянные аркеры, какие раньше делали. Очень красиво и отреставрировано все. В общем, здесь еще сохранилась какая-то старая архитектура. В общем, красивый город. И по нему приятно гулять. Мы сейчас в тени идем, а обратно пойдем к Роздульканалу. Мне понравилось, как вот этот дом зарос. И тут написано, что это кургартен. Это лечебный двор. Какой-то натуральный праксис здесь. То есть здесь лечат натуральными практиками. Травками там, наверное, и чем-то еще. А мы идем вон в ту сторону, вон той кирхи. Вот мы дошли до этой кирхи. Показываем ее с другой стороны. Это Сан-Лоренс кирхи. Ну, какая-то, наверное, северная протестантская кирха. Здесь какой-то дом. На нем история написана. А вот мы сейчас подойдем к ней поближе, и, может быть, даже внутрь зайдем. Кирха закрыта. Она работает только с 9 до 12. Она была упомянута в 1235 году первый раз. А сгорела в 1522 году. В общем, ее восстановили в 1558 году. И там башню построили. А она из камня здесь все. То есть как раньше строили. А потом кирпичом уже. Очень старая. Пенек зацвел. А его обрезали, он продолжает расти. А вот здесь вот такие вот маленькие старые фахтвях дома. А здесь, наверное, их сохраняют. А вот мы остановились у вот этого домика. Что интересно в этом домике, что это один из самых старейших домов Травимюнды. В общем, он второй половины 16 века. Самое классное, что здесь написано, это паттерны кирпича, который располагается между деревянных балок. Где-то это елочка, где-то это такие квадраты из прямоугольников. В общем, паттерн везде разный. Пошли уже до порта, короче, Хафенгебит. Здесь написано, это как раз порт города Любик. Ну и Травимюнды тоже в него входит. Как бы вон там видно большие доки, там всякие эти большие корабли стоят. А вот здесь вот на причалах маленькие яхты припаркованы. Ну как маленькие, достаточно большие такие парусные яхты. Вот. А вон там сейчас покажем вам, вон паром между двух сторон этого канала плавает. Мы сейчас дойдем и покажем вам, как купить на него билет. Тут лебедь с утками отдыхает. Они вот тут пасутся на травке. Жарко им плавать водички. Они травку едят. В общем, вот эти машины стоят. Они сейчас все будут на тот паром заезжать. Это такой паром, на котором и машины, и люди перебираются на ту сторону, потому что здесь, видать, моста нету через этот канал. Вон, видите, они поехали туда. Очень прикольно. Такой вот паром туда-сюда ходит. А вот расписание как раз этого парома. Раз полчаса ходит. Вот здесь вот такие модные автоматы с таким большим экраном, на них кликаешь. И вот тут можно выбрать, что тебе с велосипедом переехать, на машине или семейный билет. Короче, посмотрим, сколько на одного человека стоит. Евро 90. Это на одного человека. Ребенок евро 10. То есть, например, на семью, на 6 человек 9,50. Электробайки отдельно идут. Ого, ничего себе. Ну, в общем, да, за машину надо платить до 3,5 тонн. Будет 23 евро переправа стоит аж. Ничего себе. Короче, мы останавливались в этом отеле Maritime. И мы думали, почему там только до 13 этажа лифт ходит. А оказывается, там верхние этажи это квартиры, которые продаются за 699 тысяч. Это самый верх с выходом на крышу. Есть там в этой резиденции с видом не на море 139 тысяч, 535 тысяч на пляж, 345 тысяч. Ну, то есть, это тупо квартиры в этом доме выше 13 этажа. Такая вот улица вдоль этого канала, в котором корабли ходят магазины, кафешки. Люди тут сидят, гуляют. Здесь вот такие классные переулки и отель там в конце. В общем, да, мы гуляем по этому променаду в сторону Maritime сейчас. Хорошо тут. Яхты плывут вон там по каналу. Удивило, почему здесь все магазины открыты, потому что в Германии обычно все магазины закрыты по воскресеньям. Сегодня воскресенье. И оказывается, наверное, здесь из-за того, что здесь курорт, сюда приезжают на выходные отдохнуть, на солнышке погулять. Поэтому здесь все открыто, но они, наверное, по понедельникам не работают. Скорее всего, так. Здесь вот такой классный вид открывается без всяких препятствий. Вон там паром переходит на другую сторону. Там два разных парома. В общем, Оля сказала, что сегодня она не видела ни одного большого корабля. По воскресеньям, видать, большие корабли не входят. Да, потому что вчера вот такие... Выходной в порту. Да, огромный просто. Только высота 10-этажного дома. И вот он тут вот так вот... Да, да. Тут проплывают большие корабли. И вон яхты парусные идут. Еще одна достопримечательность. Здесь в Травильмунде есть старый маяк. На него можно подняться. По-моему, 3 евро стоит всего. Вон и там постоять, посмотреть. А рядом открывается вид на Maritime Hotel и Maritime Residence. Сюда виден корабль Passat. Это старая каравелла четырехмачтовая. А вот тут фермеры на старых тракторах ездят. Очень круто. Такого никогда в жизни не видел на ходу. Видел старые сломанные. Вот люди за своими следят девайсами. И за каравеллой тоже следят. Она, по-моему, отремонтирована. Но как исторически этот стоит, что ли. А может и плавает, не знаю. В общем, вот и подходят наши три дня в Травильмунде. Правда, мы жили здесь всего одну ночь. А два дня я ездил. В общем, мы уезжаем обратно в Гамбург. Травильмунде нам понравилось здесь. Да, здесь очень классно. То есть и море, и старые вот эти домишки, старые улицы. Променад классный. Да. Можно тут отдохнуть на выходные сюда. Вообще запросто приезжать летом на море. Да, брать велосипед в аренду. Здесь много аренды велосипедов. Не очень дорого. Там 7-9 евро. Всего час на поезде от Гамбурга сюда ехать. Можно даже на велосипеде из Гамбурга сюда приехать всего 90 километров. Ну, или с собой его привезти на поезде. 7 часов занимает. Ну, да. Ну, вообще прикольно. Мне кажется, вдоль моря тут можно ехать. Да, в общем, Травильмунде нам понравилось. Продолжение следует.